Доброе утро, друзья! Доброе утро всем тем, кто встречает Новый День вместе с нами. Мы по вам очень соскучились и надеюсь, эти чувства взаимны. Ну и конечно же, мы снова запускаем наш марафон под названием «Утро нового дня». И ближайшие два часа мы будем вас активно будить, поднимать настроение и, конечно же, делиться самой актуальной и важной информацией. Нужно сказать, что эту ответственную функцию возложили на двух скромных телеведущих – Александра Ткачева и Салию Салямову. И вещаем мы сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». Ну и стоит отметить, что эти две недели, пока нас не было в эфире, мы, конечно же, время не теряли и активно готовились к тому, чтобы начать новый сезон в новых условиях, в новой локации. И о том, как это все происходило, вам расскажет более подробно наш корреспондент Елена Байрамова. Нам осталось совсем немножко, остаются уже считанные секунды до открытия нашей студии, и она будет просто как конфетка, очень яркая. Корреспондент Сабина Петренко на время подготовки студии для программы «Утро нового дня» отложила в сторону ручку и блокнот и вооружилась баллончиком с краской. Цвета подобраны не случайно. Оранжевый цвет, он символизирует счастье, зеленый он успокаивает, синий – это такой тоже цвет, даже психологи его связывают с позитивным, добрым, хорошим цветом. Новый сезон, новая локация. С 16 сентября ведущие будут встречать гостей в зеленом сердце столичного вуза – зимнем саду Крымской академии природоохранного и курортного строительства. Здесь чувствуются африканские ноты, декоративные деревья и растения создают атмосферу джунглей. Есть даже попугаи. Гости между прямыми эфирами или даже во время трансляции могут сыграть на барабане или станцевать под звуки маракасов. Две недели подготовки. Каждый сотрудник большого дружного коллектива внес свою лепту в создание экранного образа программы. Мы решили добавить красок, и не только красок, да, вот разных декораций. В частности, смотрите, вот такая вот картина. Я думаю, что глаз не может не порадоваться, когда смотришь на такое солнечное, разнообразное и позитивное творение. А это кадры из другого конца города. Работа идет по всем фронтам. Не поверите, чем я сейчас занимаюсь. Вот таким образом мы готовим декорацию на обновленное утро нового дня, где вы выходите в зимнем саду. Это шкуры животных, они настоящие, и вы даже пока не представляете, где они будут заходить. Интригу держит до последнего. Что-то теплое, ламповое, что-то очень яркое. То есть было очень много разных вариантов, но решили остановиться на таких ярких пятнах, которые будут появляться у нас в студии. То есть это, например, торшеры, зебры, это животные. В этом и есть наша изюминка, что мы не работаем стандартно, как работает миллион других программ. Креатива и фантазии творческой семье точно не занимать. В июле команда две недели вещала с фестиваля «Экстрим Крым». Море и пляж – лучшего интерьера и не придумать. В этой пучине морской живет много потрясающих водных обитателей. 20 прямых эфиров провели на крыше столичной высотки. 80 интересных гостей. С 16-го этажа город как на ладони. Больше 70 человек трудились над тем, чтобы зритель видел качественную картинку. Похудеть и показать пример остальным. Подъем в 4.00 еще до восхода солнца. Дорога на работу, грим, прическа, чашечка бодрящего кофе. Это ежедневный ритуал ведущих утренней программы. Если место красивое, то тебе приходит вдохновение и хочется быть веселее, добрее, хочется рассказывать более интересные новости, подавать как-то их оригинально. Поэтому, безусловно, очень важно то, где мы находимся. Ну и наверняка телезрители тоже отмечают то, что новый день их начинается с красивой картинки. Это значит настроение будет хорошее и день пройдет очень удачно. С понедельника зрителей ждет новая студия и еще больше интересной информации. Начинайте ваш день вместе с утром нового дня. Мы ждем вас в эфире. Первый Крымский Крым 24. С 7 до 9 утра по будням. Елена Байрамова, Иван Евдокимов, Новости 24. Ну что же, а следующая новость радует особенно меня, как старого энофила. Дело все в том, что за последние 5 лет такая отрасль, как виноградарство, получила более 1 миллиарда рублей дотации. Это очень много и изменения видны совершенно на глазах. Если в 2014 году было 250 гектаров засажено этой культурой, то сейчас уже в 3 раза больше. Да, какие виды государственной помощи могут ожидать крымские аграрии, более подробно об этом расскажет Лиля Биджат. Срезаем последние кисти, завершаем уборку винограда. Сорт Молдова и Талисман 25 лет переплетаются во дворе Владимира Волкова. В этом году он собрал тонну гроздев. Часть пойдет на продажу, часть на вино. За плечами полвека работы. Может сравнить крымскую и зарубежную продукцию. Любой импортный виноград, который к нам приходит, он обязательно проходит дополнительную химическую обработку. Потому что привезти, и чтобы он выглядел свежим, без консервантов невозможно. Ну а надо помнить, что мы находимся в Крыму, а в Крыму любые фрукты очень вкусные. Есть постоянные покупатели и на саженцы, и на ягоды. Агроном ежегодно получает до 5 тонн урожая. На одном гектаре выращивает все мировые сорта винограда. Молдова, Ляна, Лучистый, Страшенский и Талисман. Кроме основных сортов винограда, фермер выращивает всевозможные ягоды, фрукты и даже орехи. Расскажите, пожалуйста, какой в этом году урожай? Урожай в этом году отличный. А можно попробовать? Нужно пробовать. Мы все это выращиваем, чтобы люди могли есть и наслаждаться. Во-первых, мы живем в Крыму. Крым – это самая благоприятная зона для выращивания фруктов и винограда. Необычайно вкусные они получаются в Крыму. Это сорт Молдова. Сейчас идет чеканка, затем срезают точку роста, чтобы начал вызревать мощный побег. Специалист почву готовит по своей, особенной технологии. Кладем капельную ленту. У нас вот 60 плюс 80. Закрываем ее черной пленкой. Почему черной пленкой? Не прорастают сорняки под ней. То есть изолируем. И у нас получается земля закрыта пленкой, капает водичка, вода не испаряется. Виноградари и виноделы могут получить поддержку государства по трем направлениям. На отечественные саженцы выделяют 346 тысяч рублей на гектар, на импортные – 315. Вторая субсидия – по уходу за лозой. Каждый год до 60 тысяч рублей на единицу площади. И раскорчевка – одна из сложных работ. В Крыму субсидируются впервые – до 35 тысяч на гектар. Субсидия носит компенсационный характер. Сначала нужно потратить деньги, а потом государство вам часть компенсирует. Причем часть существенная – это до 80%. То есть нужно принести пакет документов. В основном это платежные документы об оплате, прием издаточный документ. То есть нужно подтвердить, что ты получил саженцы, ты их оплатил, понес расходы. Если ты это все документально подтверждаешь, его собираешь в пакет документов и издаешь в министерство. Министерство в течение определенного срока рассматривает, выносит на комиссию и потом принимает решение о выплате субсидий. За пять лет работники традиционной крымской отрасли получили от государства более 1 миллиарда рублей. Лилия Веджат, Руслан Князев, Новости 24, Сиферопольский район. Ну ты знаешь, вот я хочу коснуться темы винограда, раз уж о ней столько говорили. Вот виноград Молдова – один из самых популярных сортов. Так вот, надо отметить, что он еще один из самых неприхотливых. Дело в том, что его шкурка самих ягод очень плотная, и грибки и прочие паразиты просто не поражают. Вот поэтому это один из самых неприхотливых сортов, очень рекомендую. А вот Изабелла, кстати говоря, которая тоже очень широко распространена, вот ее не рекомендуют в принципе, потому что считается, что вот этот запах ее такой токсичный слегка, он, дескать, имеет некое онкогенное, то есть вызывает рак действия. Его во всех странах Европы запретили, как ни странно, хотя он тоже очень неприхотливый. Мне кажется, все зависит от того, в каких дозах есть виноград. Если, конечно же, есть огромными гроздями, то, может быть, вызовет даже обычный виноград. Я думаю, что он вызовет скорее больше либо ожирения, либо сахарный диабет, потому что уж очень калорийная эта культура. Но возвращаясь к теме винограда Молдова, я считаю, Саля, что ты похожа на молдаванку. Спасибо, я даже не знаю, как это воспринимать, но, надеюсь, как комплимент. Конечно, комплимент. Хорошо, спасибо. Но более того, я хочу еще сказать, что эта атмосфера, в которой мы находимся, вот эти вот все африканские дела, я бы тебя даже возвел в ранг героя Англобургской войны. Да ты что? Да. Интересно, в качестве кого? В качестве героя. И рыцаря. В качестве героя. Потому что как раз-таки следующая тема коснется то, на что ты уже, можно сказать, намекнул. Действительно, коварные средневековые торговцы, сестры милосердия. Это герои всех эпох, которые встретились на Федюхиных высотах. Там продолжается Крымский военно-исторический фестиваль. И вот на реконструкции побывала Елена Носкова. Она видела, как учатся техникам боя древних воинов, как следят вообще за реконструкцией сражений, кто. Ну и, я думаю, более подробно расскажет уже об этом в своем материале. В перерывах между боями здесь успевают сделать себе оружие, сбрую и одежду. В скифском лагере работа кипит. И только по аутентичным технологиям. Шлем, например, будет готов через неделю. Я шью сухожилиями, кожу и нашиваю вот такие пластинки, которые вчера выколачивал молотком специальным кругленьким. И делаю себе защитный чешуйчатый доспех, который бытовал у скифов в пятом-четвертом веках до нашей эры. По соседству опытные римские легионеры набирают учеников. Каждому полагается щит и меч. Давай. Раз. В походе воины восполняют боезапас. Нехитрым оружием можно было пробить доспехи и серьезно ранить неприятеля. Я занимаюсь изготовлением снарядов для прощи, так называемые гланды. Делаются они из свинца, форма терракотовая. Тем временем на европейской площадке мир и покой. Здесь средневековые развлечения. Раньше нечистые на руку дельцы выигрывали так у наивных горожан накопления. А вот и штаб Ланскнехтов. Я же здесь местный писарь. Да, это небольшой такой походный скрипториум. Здесь есть и гусиные перья, и тушь, и разнообразные пигменты, которые применялись в Средневековье. И, конечно же, натуры очень разнообразные. На площадке Первой мировой войны солидные запасы продовольствия. Есть даже английская сгущенка. Ее русской армии поставляли союзники. В штабе расположились рядовые офицеры-медики. Сестрами милосердия становились, конечно же, добровольно, по собственной инициативе. Сестры милосердия в то время, во время Первой мировой войны, работали при госпиталях, помогали врачам, ухаживали за ранеными. Рядом бойцы Красной армии заняли огневые позиции. Спускаемся в траншеи. Реконструкторы оживили события обороны Федюхиных высот в годы Великой Отечественной войны. В траншеи оборудована настоящая точка связиста. Есть даже вот такой аппарат. И, конечно же, рядом место для врача, для хирурга. Здесь тоже инструменты, все того времени реально использовавшиеся для операции. Александр Поволодский приехал на фестиваль из Москвы с собственной медицинской коллекцией. Гостям рассказывает о каждом предмете. Здесь видны клейма. Вот этот конкретный инструмент 1932 года. Здесь клеймо с датой. Здесь часть моей коллекции индивидуальных пакетов. Есть такая редкость, как болгарский перевязочный пакет. На фестивале мы повстречали и шуравей, и маджахедов. Они показали, как в Афганистане душманы устраивали засады, и как из них выбирались советские солдаты. В этом году на фестивале ожидают около 150 тысяч человек. Для них выступает тысяча участников. Легионеров, рыцарей, крестьян, воинов, торговцев из всех эпох. Елена Носкова, Андрей Заричный. Новости 24. Севастополь. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы находимся сейчас в Зимнем саду. Это, можно сказать, зеленое сердце Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. И сегодня наши декорации. Это прекрасные тропические растения, фикусы, монстеры. В общем, все то, что вызывает лично у меня огромное восхищение. Я думаю, что и вызывает ощущение, что мы находимся где-то в джунглях, далеко от Крыма. И что осенью совершенно нет. Вечное лето здесь царит. Ну, а также, конечно же, хочется отметить, что сегодня у нас такие вот декорации в стиле Африки, тропиков и так далее. Но, конечно же, всему этому добавляет вид и та мебель, на которой мы сидим. И ее нам предоставила компания «Фавила», которую мы как раз-таки благодарим за тот уют, который нам обеспечивает эта мебель. Ну, а далее я предлагаю посмотреть небольшой дайджест. Что же сегодня вы увидите в прямом эфире «Утро нового дня»? Усы, борода или гладко выбритое лицо. Мода на мужскую растительность тоже существует, что нынче популярно у сильного пола. Под белыми парусами судореконструктор Альберт Верянский создает древнегреческие парусники по старинным технологиям. Зарабатывать с помощью блога легко. Крымчане делятся секретами, как стать миллионером, не выходя из соцсетей. Вечная классика. Шекспировская Джульетта отмечает 735-й день рождения. Зима близко. В этом сезоне штаммы гриппа не обойдут Крым стороной. О профилактике вакцинации поговорим подробнее. Студенческая пора. Что нового в образовательной системе? Об этом и не только сегодня в программе «Утро нового дня». Ну что же, я предлагаю небольшую сделать реформу. Если раньше мы рассказывали о новостях Крыма через специальный сюжет, то теперь мы это будем делать несколько иначе. И я бы предложил вам, дорогие друзья, посмотреть несколько увлекательных видео по теме. Но давайте сначала начнем с такой забавной новости. И прямо сейчас вы можете наблюдать ее на своих экранах. Это бабушка, которая занимается спортом. Делает она практически в центре Симферополя, в Гагаринском парке, где находятся спортивные площадки. И вы знаете, комментарии в соцсетях говорят о том, что даже стыдно как-то становится на фоне этой бабушки абсолютно не заниматься спортом, не заниматься своим здоровьем. Конечно же, хочется после этого выйти куда-нибудь на площадку и как минимум сделать зарядку. Я хочу сказать, что эта бабушка – это просто моя реинкарнация. Когда буду старенький и уйду на пенсию, тоже обязательно, обязательно буду ходить на площадки, гулять с собакой. В общем, можно сказать, не дождусь уже. От того возраста и будешь… Ну, это очень хорошо, что ты нацелен заниматься спортом в таком возрасте. Я думаю, что когда-нибудь ведущие утра нового дня точно так же будут обсуждать тебя, Саша. Ну, наверняка. Я хочу сказать, главное не оказаться заложником ситуации, когда таких площадок нет или они в ужасном состоянии, как это происходит, например, в Алуште. Я предлагаю посмотреть следующее видео, где местные жители рассказывают о том ужасе, с которым столкнулись на детских спортивных площадках. Да. Дело в том, что в некоторых дворах нет не то, что спортивных, нет даже детских площадок. И это ужасает, потому что они находятся в запустении, они уже полностью обросли травой, и, конечно же, их игровые зоны, они непригодны для того, чтобы там находились дети. Именно на это обращают мужчины, и, кстати, им за это хвала. И хочется обратиться ко всем крымчанам, чтобы вы точно так же присылали нам свои видео, мы их покажем. Это могут быть забавные видео или видео, направленные на какую-то конкретную проблему. Но есть одна проблема, кстати говоря, очень и очень важная. И касается она торговых центров. Дело все в том, что если вы, дорогие друзья, собираетесь пойти за покупками в наши торговые центры, которых в Симферополе, да и вообще по Крыму немало, будьте осторожны и внимательны. Оказывается, все они не соответствуют нормам пожарной безопасности. Ну, о том все или нет, это, конечно же, все-таки не нам судить. Я думаю, что мы оставим специалистам. Но действительно, как показали некоторые ситуации в том же Кемерово, что иногда это может закончиться трагически, если техника безопасности не соблюдается. Мы надеемся, что все-таки владельцы торговых центров обратят на это внимание. Ну, а сейчас хотелось бы обратить внимание на другое. Действительно, как ты уже правильно сказал, очень часто мы там бываем в торговых центрах. И, как оказалось, не только девушки, но и мужчины, которые всячески следят за своей внешностью. Следят и правильно делают. О том, как они это делают и каким тенденциям следует, расскажет наш корреспондент Александр Кононов. Брутальный мачо, метросексуал, хипстер или утонченный эстет. Сегодня выбор стиля и образа ограничен лишь деньгами и фантазией. И вовсе не правда, что мужчины не следят за модой. Следят и муки выбора одежды и прически им также известны. Все течет, все меняется. Также и мода не стоит на месте. Поговорим, к примеру, о мужской растительности на лице. Вот такие вот шикарные усы когда-то были эталоном невероятной красоты. Теперь же этим никого не удивишь. Конечно, идеал красоты у каждого свой, но всегда можно найти единомышленников. Время от времени появлялись люди, которым подражали сотни тысяч, превращая их в настоящие иконы стиля. Эти кумиры создавали коллекции и диктовали людям свой внешний вид. В наше время таких мало, поэтому рассчитывать приходится на свой вкус. Что же необходимо носить и что необходимо надевать? Мужчине в 2019 году для того, чтобы выглядеть молодежно, модно и актуально. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Ну, такие усы, как у вас. Он не должен зависеть от ситуации, он не должен зависеть от какого-то положения своего. Вещи это то, что делает нас более раскрепощенными. Если ты не знаешь, как одеваться, можно посмотреть в интернете, чтобы хорошо знать. Шорты должны быть подраные в щи и тапки должны быть такие, будто ты только что вылез из мусорки. Но при этом носки должны быть оба черные, но оба разные. Образ выбран. Теперь за покупками. Для того, чтобы понять прелести шоппинга, нужно быть женщиной. Наверное. На примерку нескольких луков надо как минимум потратить три часа. Уж лучше бы хоккей смотрел. Примерочный процесс очень емкий и долгий, поэтому необходимо выделять достаточное количество времени для того, чтобы составить интересный и оригинальный образ. Чтобы не выглядеть нелепо, лучше воспользоваться консультацией специалиста, который поможет с выбором подходящего наряда. В моде сейчас классика, классические цвета, черный, синий, серый в моде. В моде сейчас лаконичность, спортивность, удобство. Спорт можно сочетать с классикой. После консультации завершаем образ модной прической. Как нельзя лучше в этом разбирается барбер. Это человек, который занимается только мужскими стрижками. Для того, чтобы в 2019 году выглядеть круто и стильно, не обязательно иметь какой-то аксессуар в виде бороды или же усов. По большому счету, трендом 2019 года можно считать практичность и удобство. И это, что касается не только стрижек, но и наверняка одежды и, в принципе, образа жизни. Самое главное — это оставаться человеком, который, несмотря на современные тенденции, всегда будет выглядеть аккуратно и чисто. Ведь, как известно, мода, она приходит и уходит. А чувство стиля остается всегда. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Как стало известно, ученые проведут научно-исследовательские полеты на Черном море с целью изучения и оценки состояния двух видов дельфинов и одного вида морской свиньи. Как сообщают в Интерфаксу, что полеты состоятся с 17 по 22 сентября. Их основная цель — это, конечно же, изучение и дать оценку тому, в каком состоянии находятся единственные млекопитающие Черного моря. Ну и, конечно же, самая главная цель — их почитать количество. Кстати, еще до недавнего времени даже в Крыму водился тюлень-монах. К сожалению, исчез. Но это так, небольшая ремарка. Дорогие друзья, но если вы вдруг захотите тоже полетать над Черным морем, вам наверняка пригодится прогноз погоды. Я предлагаю узнать, чего же ожидать сегодня от атмосферы вокруг нашей планеты. Продолжение следует... Продолжение следует... Я предлагаю дополнительно озвучить информацию. Итак, сегодня в Симферополе безоблачность, без осадков, ветер западный. 12 метров в секунду ночью прохладно, до 11 тепла, а днем довольно тепло, до 27. В Севастополе там тоже переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит 24 градуса, со знаком плюс. На южном берегу Крыма переменная облачность, без осадков, ветер западный до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью до 20, днем до 28. И в Керчи там малооблачно, без осадков, ветер дует северный, со скоростью 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем составит 25 градусов выше нуля. Напоминаю, что, дорогие друзья, несмотря на то, что пришла осень, по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность. Ну а хорошая новость в том, что море по-прежнему еще теплое. Итак, в Феодосии 23, в Алуште 23, в Ялте 22, в Севастополе 23, в Епатории 21 градус тепла вода. Поэтому пока еще вода теплая, рекомендуем вам, друзья, не терять времени и обязательно искупаться. Ну а прямо сейчас мы предлагаем перенестись на улицу Симферополя, где находится наш мобильный корреспондент Ирина Борилюк и готова уже нам рассказать о том, что же интересного она наблюдает. Ну или может у нее какая-то другая информация. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, телезрители. Я нахожусь в самом центре города Симферополя. Ну что ж, город просыпается, люди вовсю стремятся на работу. Я бы хотела рассказать вам, какая же синопическая ситуация ожидается сегодня. Я напомню на календаре 16 сентября. Итак, сейчас на улице 11 градусов тепла и я хочу сказать, что достаточно чувствительное такое ощущение, что осень уже пришла и, к сожалению, летние дни отступают. Днем температура воздуха прогреется до 25, а ближе к вечеру температура снизится до 14 градусов тепла. Хотелось бы отметить, что в период с 14 по 16 сентября на территории Крымского полуострова объявлено штормовое предупреждение. Это связано с сильным ветром. Северо-восточность 7,12 метров в секунду, но может достигать и 17. Что интересно, синоптики ведут статистический учет данных. И самым жарким этот день был в 1957 году, а именно 30 градусов тепла. Самым холодным в 1944 2 градуса. Если сейчас 11 и так морозно, я бы сказала, то 2 градуса я лично даже не представляю. Что же еще на территории Крыма? Сохранится и сохраняется пожароопасная ситуация. И в связи с этим хочется напомнить, что необходимо вести такой бдительный образ жизни. И находясь в лесных, стекных зонах, быть предельно аккуратными, осмотрительными. А в частности, когда вы взаимодействуете с открытым огнем. Ну, у меня на этом все. И пока я буду перемещаться на другую локацию, я передаю слово студии. Ну, я предлагаю следующего гостя не заставлять долго ждать, потому что это особенный гость, которому у нас личные благодарности, можно сказать. Ну, ты знаешь, Саша, вот сейчас мы будем говорить на тему студенчества. Это очень важная тема, но вспоминая себя в эти годы, а это, можно сказать, одни из самых лучших лет, ну, самый лучший период для меня. И тем не менее, я вспоминаю, как, будучи студенткой, было непросто учиться. Но я думаю, что сейчас современным и нынешним студентам намного проще все дается. И в качестве поступления, да, и в качестве уже самой программы. Но я думаю, об этом более подробно расскажет сам Сергей Федоркин, доктор технических наук, профессор, директор Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Позвольте выразить вам большую благодарность за то, что вы приняли нас в своем просто сердце зеленом. Это украшение не только вашего университета, но еще и всего Симферополя. Я думаю, что вам здесь будет комфортно, и ваши гости будут выдавать ту информацию, которая будет очень интересна нашим телезрителям. Спасибо еще раз. А вот у меня первый вопрос назревает. А вот эти растения, может быть, они выращены руками самих студентов? Они прикладывают какие-то усилия для того, чтобы этот сад цвел и процветал? Я должен сказать, что этот сад был в свое время создан сами, с привлечением студентов, преподаватели спроектировали конструкции, спроектировали ландшафтные наши архитекторы, и студенты принимали участие, спроектировали вот эту вот всю, так сказать, красоту. Руку они приложили? Приложили. Помог нам в свое время Никитский ботанический сад для того, чтобы определенными растениями украсить его, потому что, в общем-то, это довольно сложная процедура. Не все растения друг с другом уживаются. Тут есть определенная наука для того, чтобы создать зимний сад, чтобы все растения росли. Банан, например, там у нас плодоносит, вы, наверное, видели. То есть это довольно сложная была задача для того, чтобы создать зимний сад у нас в Академии. Я так понимаю, что это теперь гордость студентов, и все, кто учатся у вас, они все потом с гордостью рассказывают, что были в таком саду. Скажите, а много студентов в этом году у вас появилось, набрали вы? В этом году мы набрали немножко меньше, чем в прошлом году. Для этого, наверное, вы знаете, что в этом году впервые поступали студенты по ЕГЭ, единому государственному экзамену. Впервые крымчане, выпускники школ сдавали ЕГЭ. Ну, в общем-то, ЕГЭ сдали нормально, но были определенные проблемы, связанные с тем, что значительная часть, или определенная часть выпускников школ сдала не тот экзамен по математике. В смысле не тот? Они сдали общую математику, а в соответствии с решением Министерства науки и высшего образования для поступления на технические специальности необходимо было сдавать профильную математику. И в результате, я не знаю, кто надоумил выпускников. Как могла возникнуть такая ошибка? Видимо, не очень внимательно студенты читали правила, выпускники школ читали правила приема. Может быть, как-то повлияли преподаватели школ, руководителя, директора школ. Ну, тут, может быть, хотели поднять рейтинг выпускников, потому что экзамен общий, он немножко проще, чем профильный. Но тем самым, значительная часть выпускников лишилась права поступать на технические специальности. И вот я хочу обратиться к выпускникам следующего года, чтобы они внимательно читали правила приема, которые в конце месяца уже будут опубликованы на сайтах всех вузов, и в нашем в том числе, и сдавали уже математику профильную. Поскольку наш вуз готовит специалистов по техническим направлениям строительства, архитектура, у нас все сдают профильную математику. Те студенты, вернее, выпускники, которые хотят учиться у нас, должны обратить на это внимание. Сергей Иванович, я так понимаю, из-за этого произошел большой недобор? Небольшой, небольшой, незначительный недобор произошел, да. Это одна из причин, я считаю, основная. Есть еще причина. По-прежнему мы находимся в яме демографического спада. Вот мы проанализировали ситуацию по наполняемости 9 класс, 10, 11. Если в этом году количество выпускников школ, а это показатель, в общем-то, это абитуриенты, выпускников школ было 9 тысяч чем-то, следующий год, 20, будет 10 300, а уже 21 год, 18 тысяч, уже удваивается. Ну, это были определенные демографические спады 2002-2003 год по рождаемости. И вот мы сейчас, так сказать, расхлебываем вот эту вот сложную экономическую ситуацию тех лет. Скажите, а какая из специальностей наиболее востребована у вас? Наиболее востребованы у нас специальности несколько. Это, в первую очередь, градостроительство. Это специально связанное с архитектурой. Она всегда у нас пользуется популярностью. Строительство, ну, хотя в этом году мы немножко не набрали. Строительство включает у нас это промышленное гражданское строительство, экспертиза управления недвижимостью, производство и применение строительных материалов, изделий, водоснабжение, водоотведение, теплогазоснабжение, вентиляция. То есть практически весь комплекс специальный, специальности, связанные с проектированием, созданием архитектурного облика зданий, с его непосредственно строительством и потом с эксплуатацией. Вот такие основные направления. Кроме того, у нас есть направление природообустройства и водопользования. Это связано с растительными системами, созданием водохранилищ. Тоже достаточно нужная специальность. И я хотел бы отметить, что вы все знаете, что у нас выделяются значительные средства по федеральным целевым программам. И мы каждый год испытываем такой вот поток писем от работодателей, дать инженера в инженера в инженера по различным сферам строительной деятельности. Но, к сожалению, почему-то выпускники по-прежнему ориентируются на юристов, экономистов. Для меня это, конечно, наиболее востребованы сейчас специалисты именно технических специальностей. И об этом говорит и правительство, и президент постоянно это подчеркивает. А тем более, когда Крым напоминает одну большую стройку, преображается такими темпами, я думаю, что сейчас все-таки что-то поменяется. Должно что-то в голове поменяться. Должно поменяться. Ну, вы знаете, тема очень серьезная, тема очень важная. И, конечно, она требует ни одного часа обсуждения. Времени у нас очень мало, и оно подошло к концу. Но я напомню, у нас сегодня в гостях Сергей Иванович Федоркин, доктор технических наук, профессор, директор Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Большое вам спасибо. Спасибо. Мы ждем к нам выпускников школы, и, я думаю, мы приложим все усилия для того, чтобы сделать из них востребованных специалистов. А уж работы у нас сейчас в Крыму очень много. Спасибо. Мы двигаемся дальше. Говоря о технических специальностях, как спроектировать лодку, причем по старинным киртежам, ты не знаешь, Саля? Совершенно не имею понятия, но зато об этом знает наш следующий герой. И о нем более подробно расскажет уже наш корреспондент Оля Литвиненко. Это традиционный прямой парус, характерный для того периода. Он как бы использовался многие столетия. Ни для кого не секрет, что греки в античные времена населяли Балаклаву, а по морю ходили сюда под белыми парусами. Сегодня здесь тоже можно не только встретить такие плавсредства, но и пройти на их борту вдоль побережья. Этому судну 56 лет. Уникально оно тем, что это единственное уцелевшее плавсредство такого исполнения. Сделано оно из чистого дуба. На его реставрацию ушло два года. Альберт Верянский занимается ретро-судореконструкцией 15 лет. Эту лодку мастер купил практически разрушенную. Целыми были только документы. В советское время ее использовали как спасательный шлюк. Ремесленник же подарил судну вторую жизнь. Восстановил и стилизовал под древнегреческую. Полностью исполнено под парусно-весенный ход. То есть там не предусмотрен в принципе даже двигатель. Это судно в свое время построилось в Чернигове. Обошел в Черном море. В 2000 году постройки. Оно не такое старое. Его строили для специального проекта, который был как раз в стиле ретро-судоростроения. Старался восстанавливать по старинным технологиям. А так как точная техника уже утрачена, опирался мастер на советы коллег по цеху. Дедовскими методами, скажем так, мы смогли восстановить его. То есть использовали обычно традиционные методы. Конопляная нить, пенька, которую конопатили швы. Это медные гвозди, которые сами делали для заклепок. Тщательно продуманы все детали в дизайне. На борту даже есть такая бадья, как те, в которые в древности складывали улов, весла и даже обереги. Мы также видим на лодке много древнегреческой символики. Вот, например, кто это изображен? Это изображен наш такой осмотритель лодки, капитан, можно сказать. То есть это оберег наш судовой. Он присматривает за нами и во время хода, и во время стоянки. Не только символика, здесь соответствуют античные. Даже части лодки называли так же, как и много веков назад. В древнегреческие времена это парусное судно называлось «Шлюп». Ахтерштейвень – это кормовая часть корабля. Ходштейвень – это нос. В Крыму аналогов подобному судну нет. А есть лишь пластиковые и железные лодки, обшитые деревом. Без двигателя можно уйти с попутным ветром хоть куда. То есть мы будем рассказывать про то, как мореходы того времени преодолевали там большие расстояния на веслах под обычным парусным вооружением никаких двигателей. В планах реконструктора вернуть жизнь еще ни одной парусной лодки. В скором времени в Бухте пришвартуют еще одну отреставрированную ладью. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Саленька, ты знаешь, я вспомнил стихотворение. На посетителей стекляшками глазея, прижав к стене пробитый пулей бок, оскалился за стеклами музея набитый ватой последний крымский волк. И, кстати, не последний, Саша. Как выяснилось, в Крыму у нас снова появились эти хищники и даже нападают. И лучше всего остерегаться их в селе Привольное или в селе Перевальное Симферопольского района. Там уже зафиксировано три случая нападения волками. И в результате нападения пострадали люди достаточно серьезно. Поэтому МЧС Крыма призывает не ходить в одиночку в лес, потому что волки нападают, как правило, на людей, кто в одиночестве там находится, а также на самых слабых, то есть на женщин и детей. Кстати, я вчера была в лесу. Я даже не знала, что подвергаюсь такой опасности. Более того, рекомендуют не смотреть ни в коем случае волку в глаза, потому что он это расценивает как акт агрессии. И более того, не поворачиваться к животному спиной. И вообще, стоит сразу же удалиться, как вы увидели волка, а не реагировать, как это бывает. Сразу достают телефоны и начинают снимать все подряд животного, пытаясь поближе к нему подойти. Чтобы потом выложить в интернет. Выложить в интернет. И потом в интернете много такого можно увидеть. Но, кстати, касаясь новостей интернета, мы предлагаем вам посмотреть нашу следующую подборку, где мы выбрали самые интересные и забавные новости сети, которые обсуждают, можно сказать, не только весь Крым, но и весь мир. Такого зрелища даже в дельфинарии не увидишь. В Дании парень случайно заснял на камеру смартфона молодого Афалина, который буквально жонглировал медузой, подбрасывая ее на двухметровую высоту. Сложно поверить, лучше увидеть. А этот юноша, видимо, захотел разбавить свои серые будни. На первый взгляд можно подумать, что мужчина просто решил перейти дорогу. Но уже через пару секунд он набирает стремительный разгон и ныряет с моста в воду. Трюк действительно ошеломляющий. Но лучше его не повторять. К креативности этого водителя можно только позавидовать. С такой системой парковки даже новичок почувствует себя опытным гонщиком. Пользователи интернета сошлись во мнении, что заботливый муж не только обеспечил безопасность жены, но и автомобиля. Вот она, настоящая дружба. На кадрах видно, как отзывчивая обезьянка протягивает руку помощи молодому парню. Такое поведение животного тронуло сердца зрителей интернета. Неуклюжие и забавные корги участвовали в спортивном забеге. Конечно, после того, как их выпустили на арену, собачки растерялись. Но самый шустрый добрался к финишу. Наблюдать за таким соревнованием – сплошное удовольствие. Япония не перестает удивлять своими технологиями. Умная корзина для супермаркетов может отсканировать ваши продукты, рассчитать стоимость покупки и упаковать все в пакет. Действительно полезное изобретение. Осторожно, слишком много адреналина. В Китае придумали необычное развлечение. Безумный аттракцион будет до последнего держать в напряжении любителей острых ощущений. Но я думаю, что много адреналина может выделиться и от следующей новости, или же у тех, кто ездит на специфическом автобусе, который курсирует по Бурятии. И это видео мы сейчас вам предлагаем посмотреть. Дело в том, что там жена одного из водителей, она очень необычно решила подойти к подходу украшения салона, и его, можно сказать, полностью связала своими руками. Ну, как вы видите, она и связала накидки на сиденья, также за навески. И, в общем, заходя туда, кажется, что ты оказываешься в каком-то просто вязаном мире. Ну, хочется сказать, что это всем женщинам урок. Я знаю, что ты уже, Саля, тоже взялась за крючок со спицами и тоже вяжешь для мужа. И тихонечко, пока идут сюжеты, я достаю из кустов свое вязание и начинаю тут потихоньку творить. Нет, Саша, к сожалению, мне это не дано, не всем женщинам это дано, они все умеют вязать. Ну и ладно, зато особенные женщины, например, как Ирина Борелюк, прямо сейчас находятся на улицах Симферополя и готовы включиться в наш эфир и рассказать, что же интересного видеть своими глазами. Ира, доброе утро. Снова здравствуйте, студия, здравствуйте, телезрители. Я сейчас нахожусь на улице Александра Невского. Я хочу вам сказать, почему я здесь нахожусь. Именно две с половиной недели назад я проводила свое включение буквально на этой же точке. И дорога еще была вообще в разобранном состоянии, так сказать. Тротуаров не было. Ну а сейчас мы можем видеть, что уже тротуары выстроены, дорога вымощена. Это не может и радовать. Но вот у меня на заднем плане видно, что далее вдоль улиц Александра Невского ведутся еще работы, так как есть участки, над которыми еще действия будут проводиться. Но мне бы хотелось, да, вот в принципе, для того, чтобы показать вам состояние реальное на данный момент, сказать о том, что источники утверждали, что на 18 улицах крымской столицы будут отремонтированы дороги, и 14 из них уже завершены. И даже проходят проверку на качество того, как же было запроведено. Ну а на 4-х еще нет, а именно Бульбар-Кранко, улица Гагарина, Куйбышева и Ким. А на Ким и Куйбышева уже стартовали определенного вида работы ремонтные. Ну а мы будем надеяться, что максимально быстро и эффективно будут завершены такие мероприятия. И я считаю, что это очень положительно для нас, для крымчан, что на совсем скором времени мы сможем ходить, передвигаться на улучшенных дорогах, так сказать. А ну а на этой позитивной ноте я хочу перелезать слово студии, и я уверена, что им есть чем еще вас порадовать. Саленька, у меня есть хорошая новость. Ты знаешь, что Симферополь и Южный берег полностью обеспечены водой на целый год? Ты знаешь, это очень хорошая новость в свете последних вообще новостей и событий. После 2014 года, когда нам перекрыли Северокрымский канал, конечно же, мы испытывали дефицит, и вот то, что ты сейчас говоришь, это не может не радовать. Я знаю, что одна из стран, я, кстати, относительно недавно там был, в Армении. В Армении проблем с водой нет, там на каждом углу стоит фонтанчик, и из него прямо можно попить воды, невероятно вкусной. Наверное, это такие источники живительные, которые придают сразу сил. Но, кстати, говоря об Армении, хочется сказать, что кусочек Армении можно встретить и у нас в Крыму, особенно в эти дни. И более подробно об этом нам сегодня расскажет Ваган Вазгенович Вермишан, заместитель председателя общественной организации «Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым». Доброе утро! Доброе утро! Я уже сказал, что как-то побывал в вашей стране родной, и привез тут самые теплые впечатления, удивительное место, удивительная страна, невероятно красивая. Да, я думаю, что наша историческая родина всегда славилась своими красотами и своей очень своеобразной природой. Это горная страна, но есть и долины, и реки. И, конечно, города, которые... Ереван, например, называют его розовым городом, потому что он почти полностью построен из розового туфа. Но вы понимаете, что для крымских армян своя родина – это Крым, это наш родной край, где испокон веков жили армяне уже более чем 10-10 веков. Но я знаю, что совсем скоро намечаются дни армянской культуры в Крыму. Когда ожидать этого праздника? Во-первых, история такова, что нашему обществу, крымскому армянскому обществу, которое сейчас называется Региональная Армянская Национальная Культурная Автономия Республики Крым, исполняется 30 лет в этом году. И все мероприятия, которые в этом году мы проводим, именно приурочены к этой дате. И начиная с 90-го года проводятся Дни Армянской Культуры в Крыму. Они посвящены знаменательным датам, в частности, это круглым датам рождения Ивана Константиновича Айвазовского и его брата, знаменитого Каприла Айвазовского. Наверное, видели, в центре города стоит мраморный памятник двум знаменитым братьям и Александру Спиндярову, армянскому композитору крымскому. И мы раньше приглашали всегда очень много гостей из Армении. Это в основном танцоры, музыканты. Даже КВН мы приглашали в свое время в 1995-м, до 1999-го года, пока не сократилась программа по возвращению обустройства депортированных граждан. Но потом постепенно мы вырастили свои феномены культуры. У нас появились вокалисты, у нас появился ансамбль Арарат, танцевальный ансамбль, который сейчас действует. И мы постепенно перешли на свою основу. И мы уже продолжаем эту традицию. И каждый год проводим галоконцерты, и каждый год проводим литературные вечера, спортивные состязания, которые входят в одно русло неармянской культуры в Крыму. Несколько лет уже проводятся, в последнее время проводятся дни поселка компактного проживания армян Айкован. Это тоже уже становится традицией. В этом году мы очень красиво провели этот день со спортивными состязаниями, с концертами, с флешмобами и так далее. И думаю, что каждый год будем проводить это тоже в рамках дни армянской культуры в Крыму. Но в этом году немножко будут отличаться наши осенние мероприятия, посвященные дни армянской культуры, потому что в этом году по инициативе постоянного представителя Республики Крым предпрезиденте Российской Федерации Георгия Леонидовича Мурадова мы хотим снова возобновить традицию и позвать к себе артистов и общественных деятелей из Республики Армения. В этом году это произойдет с 20 по 23 сентября. 20 сентября у нас будет большое мероприятие в Феодосии, 21 в Валужке и 23 в Сиферополе, в зале музыкального училища. Кроме наших гостей из Армении, откуда приезжают и знаменитые певцы, и танцевальный ансамбль «Карин» под руководством Гаринка Геносиана, будет очень популярный певец МРО, это Арсен Грекорян. Также мы пригласили наших друзей из Ростовской области Российской Федерации. Это, во-первых, наши давние друзья, это муниципальный ансамбль донских армян «Ани», а также мы для себя в этом году во время праздника «Вар-Тавар» открыли новый коллектив из села Чалтырж Мерстяковского района. Это театр танца и песни «Сонек и Лафян», который называется «Звезда надежды». Они будут выступать на всех этих концертах вместе с нашими исполнителями и нашим ансамблем «Ар-Арат». Спасибо большое за рассказ. К сожалению, время подходит к концу. Я вас прошу еще раз напомнить те даты, в которые пройдут мероприятия и где. 20-го числа это Феодосия, сцена будет стоять на привокзальной площади. 21-го это Алушта, это уратонда сцена, как и традиционная, на набережной Алушты. И 23-го числа уже здесь, в Симферополе, пройдет не только концерт, но и научно-практическая конференция в КФУ. А сам концерт начинается в 18.30 в зале музыкального училища. То есть я так понимаю, что абсолютно каждый может присоединиться к празднику. Точно так же отметить Дни армянской культуры, потому что, как уже Саша сказал, он был в Армении. Не всем так повезло. И я думаю, что многие бы хотели ощутить вот этот колорит, атмосферу Армении здесь, в Крыму. Мы приглашаем абсолютно всех, тем более, что два мероприятия у нас на открытых площадках. А еще одно большое мероприятие в зале музыкального училища, как повезет, если вы зайдете, потому что вход свободный. Спасибо большое. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Ваган Вермишан, заместитель председателя общественной организации Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым. Благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше. Хронограф. То, чем характерен сегодняшний день, какие интересные события произошли, войти и узнаем. Так, всем привет. Я сегодня в Гаринском парке. Буду кататься, делать винты, так что смотрите. Смотрят, восхищаются. А Вильему можно даже завидовать. В свои 28 лет он занимается продвижением брендов и коммерческих страниц в социальных сетях. СММщик. Так называется его профессия. В день парень работает около 4 часов, зарабатывая при этом за продвижение аккаунтов от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Вообще Инстаграм создавался не для продажи. Он создавался просто, чтобы человек расслаблялся, смотрел картинки, потом уже начала монетизация быть, потом начала реклама, продажи. И только сейчас это уже, так скажем, выглядит как коммерческая тема. Конвертировать лайки в рубли можно, превратив свое времяпровождение в киберпространстве, в способ заработка. Сейчас в тренде красота и здоровый образ жизни. Именно этого и ждут потенциальные клиенты. Каким образом свою деятельность ты монетизируешь в Инстаграме, да? Да, смотри, к нам приходят клиенты, которые хотят что-то продать в Инстаграме или сделать, например, свой личный бренд. Им нужны красивые фотографии, им нужны тексты, темы, которые они будут писать. И мы вместе создаем это для Инстаграма. В зависимости от темы, которую человек продвигает в Инстаграме, в среднем в Крыму только за одну съемку можно заработать от 4-5 тысяч рублей. За написание текстов на месяц вперед 6-7 тысяч. Не очень много, но таких тем может быть несколько. Я думаю, это реально в Крыму. У меня есть друзья-знакомые, которые, в принципе, через Инстаграм зарабатывают деньги. Это и преподаватели английского языка, и экскурсоводы. Но Инстаграм дает большие возможности. Это хороший канал продаж. Максимальную отдачу от продвижения товаров и услуг получают только те компании, которые хорошо знают, что они делают и на какую аудиторию рассчитывают. Увеличить продажи и клиентскую базу без досконального изучения своего сегмента – задача практически нереальная. Посмотрите страницы популярных людей, у которых хорошая вовлеченность. Вовлеченность – это когда много лайков и много комментариев. Посмотрите, попробуйте изучить, что они делают правильно, что людей цепляет и так далее. То есть посмотрите, как надо. Просто посмотреть мало. На самом деле профессиональные СММщики долго обучаются. Постигают манипулятивные технологии и только потом добиваются успеха. Реклама, продажа, продвижение аккаунта. В наше время вполне реально создать свой собственный онлайн-бизнес и тем самым улучшить свое финансовое положение. 70% успеха введения личной или коммерческой страницы зависит от того, насколько ярким, креативным и качественным будет контент. В ход идут шокирующие о внешности, эпатажные поступки и экстремальные эксперименты. Главное – не забывать о том, что инстаграмная слава мимолетна. Ирина Борилюк, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Батерей сказала, что инстаграмная слава на мимолетна, а все-таки я думаю, что многие блогеры с нею сейчас не согласятся. Они хотят точно так же войти в историю, чтобы о них потом говорили. Их потомки. И, конечно же, они хотят запомниться своими постами, своими лайками и комментариями. Но далеко не всем это, я думаю, удастся. Нужно сказать, что как раз коллеги из съемочной группы сейчас подсказали островное замечание, что любой инстаграм рано или поздно становится хронографом. Поэтому давайте все-таки к хронографу прямо сейчас. Сегодня во всем мире отмечают день рождения шекспировской Джульетты. Как выяснили многочисленные источники, героиня самой печальной повести родилась 16 сентября 1284 года. Известно, что прототип Джульетты существовал. Юная девушка из рода Даль Капелла переехала в Верон в конце 13 века. В Италии принято говорить «Джульетта» и «Ромео», а не наоборот, как привыкли говорить мы. Ежегодно в клуб Джульетты приходит около 5000 писем от романтиков с просьбой дать совет в нелегкой любовной ситуации. В честь шекспировской героини назван спутник планеты Уран. Советскую экранную версию балета «Ромео Джульетты» снимали в Крыму. Одной из самых выдающихся исполнительниц роли Джульетты была балерина Галина Уланова. Ее бег Джульетты считается легендарным. Фамилия Джульетты Капулетти – это искаженная версия итальянской фамилии Капелетти, что означает «Шляпникова». Всего можно насчитать с полсотни фильмов, в которых обыгрывается сюжет трагедии «Ромео Джульетта». Ты вырос из этих штанишек. Тебе нужен новый уровень. Пора переходить на цифру. Сейчас я тебе все объясню. Эта часть экрана – аналоговое вещание. Здесь все понятно. А это – это цифра. Видишь разницу? И это касается не только изображения, но и звука. А еще у тебя появится возможность выбора. 27 телеканалов в идеальном качестве. Абсолютно бесплатно. Чеки за банк-плату? Ты серьезно? Забудь о них! Добро пожаловать в эру цифрового телевидения. Нравится? Приставка Т2. Твой проводник в цифровой мир. Остались вопросы? Звони по этому номеру. Ну что, готов? Ну что ж, еще раз доброе утро. Просыпайтесь все те, кто только-только встал со своей постели. Конечно же, присоединяйтесь к нам. В ближайший час мы снова будем вместе с вами. Поэтому заваривайте покрепче кофе или чай. И, конечно же, настраивайтесь на то, чтобы этот час получать самую важную и актуальную информацию. А для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. Я думаю, что, дорогие друзья, вы наверняка заметили изменения в антураже вокруг нас. Теперь нас окружают пальмы, цикосы, саговники и вот такие прекрасные монстеры. А находимся мы в Зимнем саду Академии градостроительства и архитектуры Крымского федерального университета. Нас здесь приютили, и мы очень рады этому новому окружению. Хотя, наверное, у многих создается впечатление, что находимся мы где-нибудь в джунглях. Но нет, мы все так же в Крыму. И я думаю, что многие могут это место посетить. Ну а сейчас хочется сказать, что действительно с новой локацией мы можем сообщить о том, что начался и старт нового нашего сезона. Утро нового дня. И, конечно же, все эти две недели мы активно к этому готовились, чтобы утро было совершенно новым, необычным. Изменилось не только, изменились не только декорации, изменились и некоторые наши рубрики. Но я думаю, что более подробно об этом вы можете узнать из следующего сюжета. Нам осталось совсем немножко, остаются уже считанные секунды до открытия нашей студии, и она будет просто как конфетка, очень яркая. Корреспондент Сабина Петренко на время подготовки студии для программы «Утро нового дня» отложила в сторону ручку и блокнот и вооружилась баллончиком с краской. Цвета подобраны не случайно. Оранжевый цвет, он символизирует счастье, зеленый он успокаивает. Синий – это такой тоже цвет, даже психологи его связывают с позитивным, добрым, хорошим цветом. Новый сезон, новая локация. С 16 сентября ведущие будут встречать гостей в зеленом сердце столичного вуза – Зимнем саду Крымской Академии природоохранного и курортного строительства. Здесь чувствуются африканские ноты. Декоративные деревья и растения создают атмосферу джунглей. Есть даже попугаи. Гости между прямыми эфирами или даже во время трансляции могут сыграть на барабане или станцевать под звуки маракасов. Две недели подготовки. Каждый сотрудник большого дружного коллектива внес свою лепту в создание экранного образа программы. Мы решили добавить красок, и не только красок, да, вот разных декораций. В частности, смотрите, вот такая вот картина. Я думаю, что глаз не может не порадоваться, когда смотришь на такое солнечное, разнообразное и позитивное творение. А это кадры из другого конца города. Работа идет по всем фронтам. Не поверьте, чем я сейчас занимаюсь. Вот таким образом мы готовим декорацию на обновленное утро нового дня, которое будет выходить в зимнем саду. Это шкуры животных, они настоящие, и вы даже пока не представляете, где они будут находиться. Интригу держит до последнего. Что-то теплое, ламповое, что-то очень яркое. То есть было очень много разных вариантов, но решили остановиться на таких ярких пятнах, которые будут появляться у нас в студии. То есть это, например, торшеры, зебры, это животные. В этом и есть наша изюминка, что мы не работаем стандартно, как работает миллион других программ. Креатива и фантазии творческой семье точно не занимать. В июле команда две недели вещала с фестиваля «Экстрим Крым». Море и пляж – лучшего интерьера и не придумать. В этой пучине морской живет много потрясающих водных обитателей. 20 прямых эфиров провели на крыше столичной высотки. 80 интересных гостей. С 16-го этажа город как на ладони. Больше 70 человек трудились над тем, чтобы зритель видел качественную картинку. Похудеть и показать пример остальным. Подъем в 4.00 еще до восхода солнца. Дорога на работу, грим, прическа, чашечка бодрящего кофе. Это ежедневный ритуал ведущих утренней программы. Если место красивое, то тебе приходит вдохновение, хочется быть веселее, добрее, хочется рассказывать более интересные новости, подавать как-то их оригинально. Поэтому, безусловно, очень важно то, где мы находимся. Наверняка телезрители тоже отмечают то, что новый день их начинается с красивой картинки. Это значит, настроение будет хорошее и день пройдет очень удачно. С понедельника зрителей ждет новая студия и еще больше интересной информации. Начинайте ваш день вместе с утром нового дня. Мы ждем вас в эфире. Первый Крымский Крым 24. С 7 до 9 утра по будням. Елена Байрамова, Иван Евдокимов. Новости 24. До рублей субсидии получили виноградари в Республике Крым в этом году. Развитие сферы заметно и по площадям. Если в 2014 году было всего 250 гектаров, то, например, в этом году готовится обработать спират больше. И декоративная помощь получит агрария. Это поможет наш представитель. Сорт «Молдова» и «Талисман» 25 лет переплетаются во дворе Владимира Волкова. Срезаем последние кисти, завершаем уборку винограда. Сорт «Молдова» и «Талисман» 25 лет переплетаются во дворе Владимира Волкова. В этом году он собрал тонну гроздев. Часть пойдет на продажу, часть на вино. За плечами полвека работы. Может сравнить крымскую и зарубежную продукцию. Любой импортный виноград, который к нам приходит, он обязательно проходит дополнительную химическую обработку. Потому что привезти, чтобы он выглядел свежим, без консервантов невозможно. Ну а надо помнить, что мы находимся в Крыму, а в Крыму любые фрукты очень вкусные. Есть постоянные покупатели. И на саженцы, и на ягоды. Агроном ежегодно получает до 5 тонн урожая. На одном гектаре выращивает все мировые сорта винограда. Молдова, Ляна, Лучистый, Страшенский и Талисман. Кроме основных сортов винограда, фермер выращивает всевозможные ягоды, фрукты и даже орехи. Расскажите, пожалуйста, какой в этом году урожай? Урожай в этом году отличный. А можно попробовать? Нужно пробовать. Мы все это выращиваем, чтобы люди могли есть и наслаждаться. Во-первых, мы живем в Крыму. Крым – это самая благоприятная зона для выращивания фруктов и винограда. Необычайно вкусные они получаются в Крыму. Это сорт Молдова. Сейчас идет чеканка, затем срезают точку роста, чтобы начал вызревать мощный побег. Специалист почву готовит по своей особенной технологии. Кладем капельную ленту, у нас вот 60 плюс 80, закрываем ее черной пленкой. Почему черной пленкой? Не прорастают сорняки под ней, то есть изолируем. И у нас получается, земля закрыта пленкой, капает водичка, вода не испаряется. Виноградари и виноделы могут получить поддержку государства по трем направлениям. На отечественные саженцы выделяют 346 тысяч рублей на гектар, на импортные – 315. Вторая субсидия – по уходу за лозой. Каждый год до 60 тысяч рублей на единицу площади. И раскорчевка – одна из сложных работ. В Крыму субсидируются впервые – до 35 тысяч на гектар. Субсидия носит компенсационный характер. Сначала нужно потратить деньги, а потом государство вам часть компенсирует. Причем часть существенная – это до 80%. То есть нужно принести пакет документов. В основном это платежные документы об оплате, прием издаточный документ. То есть нужно подтвердить, что ты получил саженцы, ты их оплатил, понес расходы. Если ты это все документально подтверждаешь, его собираешь в пакет документов и сдаешь в министерство. Министерство в течение определенного срока рассматривает, выносит на комиссию и потом принимает решение о выплате субсидий. За пять лет работники традиционной крымской отрасли получили от государства более 1 миллиарда рублей. Лилия Веджат, Руслан Князев, Новости 24, Сиферопольский район. Самое интересное, что только что, буквально секунду назад, с Крымского военно-исторического фестиваля к Сали прилетел такой вот синий попугайчик. И хочет ей рассказать, что же там интересного происходит. Да, такой попугай Ара вдруг оказался у нас в джунглях, но это неудивительно. А что же происходит на Федюхиных высотах? Там развернулся военно-исторический фестиваль, где собрались герои всех эпох. Это начиная от Сестер Милосердия, заканчивая Шураве. В общем, и наш корреспондент Елена Носкова там побывала и увидела, как же проходит реконструкция. В перерывах между боями здесь успевают сделать себе оружие, сбрую и одежду. В скифском лагере работа кипит. И только по аутентичным технологиям. Шлем, например, будет готов через неделю. Я шью сухожилиями, кожу и нашиваю вот такие пластинки, которые вчера выколачивал молотком специальным кругленьким. И делаю себе защитный чешуйчатый доспех, который бытовал у скифов в пятом-четвертом веках до нашей эры. По соседству опытные римские легионеры набирают учеников. Каждому полагается щит и меч. В походе воины восполняют боезапас. Нехитрым оружием можно было пробить доспехи и серьезно ранить неприятеля. Я занимаюсь изготовлением снарядов для прощи, так называемые гланды. Делаются они из свинца, форма терракотовая. Тем временем на европейской площадке мир и покой. Здесь средневековые развлечения. Раньше нечистые на руку дельцы выигрывали так у наивных горожан накопления. А вот и штаб Ланскнехтов. Я же здесь местный писарь, да, это небольшой такой походный скрипториум. То есть здесь есть и гусиные перья, и тушь, и разнообразные пигменты, которые применялись в Средневековье. И, конечно же, да, натуры, натуры очень разнообразные. На площадке Первой мировой войны солидные запасы продовольствия. Есть даже английская сгущенка. Ее русской армии поставляли союзники. В штабе расположились рядовые офицеры-медики. С сестрами милосердия становились, конечно же, добровольно. По собственной инициативе. Сестры милосердия в то время, во время Первой мировой войны, работали при госпиталях. Помогали врачам. Ухаживали за ранеными. Рядом бойцы Красной армии заняли огневые позиции. Спускаемся в траншеи. Реконструкторы оживили события обороны Федюхиных высот в годы Великой Отечественной войны. В траншеи оборудована настоящая точка связиста. Есть даже вот такой аппарат. И, конечно же, рядом место для врача, для хирурга. Здесь тоже инструменты. Все того времени реально использовавшиеся для операции. Александр Поволодский приехал на фестиваль из Москвы собственной медицинской коллекции. Гостям рассказывает о каждом предмете. Здесь видны клеймы. Вот этот конкретный инструмент 1932 года. Здесь клеймо с датой. Здесь часть моей коллекции индивидуальных пакетов. Есть такая редкость, как болгарский перевязочный пакет. На фестивале мы повстречали и шуравей, и маджахедов. Они показали, как в Афганистане душманы устраивали засады. И как из них выбирались советские солдаты. В этом году на фестивале ожидают около 150 тысяч человек. Для них выступает тысяча участников. Легионеров, рыцарей, крестьян, воинов, торговцев из всех эпох. Елена Носкова, Андрей Заричный. Новости 24. Севастополь. У меня для тебя тоже есть сюрприз. Чтобы тебе не было обидно, к тебе тоже прилетел вот такой вот попугайчик. Надеюсь, ты его будешь любить и жаловать. Будешь жаловать, кормить, как своего родного дитя. Я его даже посажу вот сюда рядом с собой, сидя у десну и отца. Да, и посажу его на такую прекрасную мебель, которую нам предоставили наши партнеры, компания «Фавила». За это им большое-большое спасибо. Ну, а также хочется, конечно же, поблагодарить Академию строительства и архитектуры, которая нам предоставила этот зимний сад, где мы находимся и где у нас теперь есть такие вот замечательные обитатели. Попугайчики. Ну, теперь давайте перейдем к небольшому дайджесту. Чего же сегодня ожидать от нашего эфира? Давайте узнаем из следующего сюжета. Усы, борода или гладко выбритое лицо. Мода на мужскую растительность тоже существует. Что нынче популярно у сильного пола. Под белыми парусами судореконструктор Альберт Верянский создает древнегреческие парусники по старинным технологиям. Зарабатывать с помощью блога легко. Крымчане делятся секретами, как стать миллионером, не выходя из соцсетей. Вечная классика. Шекспировская Джульетта отмечает 735-й день рождения. Зима близко. В этом сезоне штаммы гриппа не обойдут Крым стороной. О профилактике вакцинации поговорим подробнее. Студенческая пора. Что нового в образовательной системе? Об этом и не только сегодня в программе «Утро нового дня». Саша, ну вот хочется обратить внимание всех крымчан на следующую новость, потому что она очень благополучно закончилась. Это оказалось спасение и вызволение животных из металлического плена в виде машины. Дело в том, что неравнодушные люди обратили внимание, что животные, кошка с собакой уже несколько дней находятся в запертой машине. Найти владельца очень долго не получалось, а полицейские не сразу откликнулись для того, чтобы эту машину открыть. В итоге вместе, объединившись в социальных сетях, люди, кинув кличи и, конечно же, каким-то образом выйдя на хозяйку, смогли этих животных освободить, которых, кстати, не рекомендуется надолго и вообще оставлять в машине, потому что там у них нет кислорода, машина очень быстро нагревается, и у них происходит тепловой удар. Ну, в общем, как выяснилось, эта хозяйка животных, она снимала арендованную квартиру, в которую хозяйка этой квартиры не разрешала поселять питомцев. Но после того, как весь Крым объединился, после того, как животных вызволили, хозяйка квартиры сжалилась и сказала, что питомцев вы можете забрать в квартиру, и теперь они находятся именно там. Хорошо, что все хорошо кончается. Ну вот есть у меня еще одна хорошая новость. 22 сентября, то бишь совсем-совсем скоро состоится главный праздник, наверное, года «Мисс Крыма-2019». Все красавицы примут участие в нем, все крымские дивы. И нужно сказать, что ведущей этого мероприятия будет легендарная «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Ух ты! Ну, я думаю, что действительно там будет зашкаливать просто красота, и поэтому каждый, кто увидев или побывав на этом конкурсе, зарядится, наверное, какими-то особыми впечатлениями. Ну, ты знаешь, что не только девушки следят за красотой, оказывается, мужчины тоже. Ты хочешь сказать, что, может быть, существует мода на мужскую красоту? Оказывается, оказывается. Наш корреспондент глубоко проник в эту проблему и готов вам доложить, как же там обстоят дела. Сюжет Александра Кононова. Брутальный мачо, метросексуал, хипстер или утонченный эстет. Сегодня выбор стиля и образа ограничен лишь деньгами и фантазией. И вовсе не правда, что мужчины не следят за модой. Следят и муки выбора одежды и прически им также известны. Все течет, все меняется. Также и мода не стоит на месте. Поговорим, к примеру, о мужской растительности на лице. Вот такие вот шикарные усы когда-то были эталоном невероятной красоты. И теперь же этим никого не удивишь. Конечно, идеал красоты у каждого свой. Но всегда можно найти единомышленников. Время от времени появлялись люди, которым подражали сотни тысяч, превращая их в настоящие иконы стиля. Эти кумиры создавали коллекцию и диктовали людям свой внешний вид. В наше время таких мало. Поэтому рассчитывать приходится на свой вкус. Что же необходимо носить и что необходимо надевать мужчине в 2019 году для того, чтобы выглядеть молодежно, модно и актуально? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Ну, такие усы, как у вас. Он не должен зависеть от ситуации, он не должен зависеть от какого-то положения своего. А вещи это то, что делает нас более раскрепощенными. Если ты не знаешь, как одеваться, можно посмотреть в интернете, чтобы хорошо знать. Шорты должны быть подраные в щи и тапки должны быть такие, будто только что вылез из мусорки. Но при этом носки должны быть оба черные, но оба разные. Образ выбран. Теперь за покупками. Для того, чтобы понять прелести шопинга, нужно быть женщиной. Наверное. На примерку нескольких луков надо как минимум потратить три часа. Уж лучше бы хоккей смотрел. Примерочный процесс очень емкий и долгий, поэтому необходимо выделять достаточное количество времени для того, чтобы составить интересный и оригинальный образ. Чтобы не выглядеть нелепо, лучше воспользоваться консультацией специалиста, который поможет с выбором подходящего наряда. В моде сейчас классика. Классические цвета. Черный, синий, серый в моде. В моде сейчас лаконичность. Спортивность или удобство. Спорт можно сочетать с классикой. После консультации завершаем образ модной прической. Как нельзя лучше, в этом разбирается барбер. Это человек, который занимается только мужскими стрижками. Для того, чтобы в 2019 году выглядеть круто и стильно, не обязательно иметь какой-то аксессуар в виде бороды или же усов. По большому счету, трендом 2019 года можно считать практичность и удобство. И это, что касается не только стрижек, но и наверняка одежды и, в принципе, образа жизни. Самое главное – это оставаться человеком, который, несмотря на современные тенденции, всегда будет выглядеть аккуратно и чисто. Ведь, как известно, мода, она приходит и уходит. А чувство стиля остается всегда. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Ну вот надо отметить, что при всем при том, что здесь невероятная красота, все-таки, наверное, растения здесь сохраняются и потому, что довольно прохладно. Да, но это, конечно, не передашь с помощью экранов, об этом мы можем только вам сказать. Но такая приятная прохлада. А на самом деле крымчане могут по поводу этого не переживать, имея в виду то, что отопительный сезон у них будет и будет достаточно тепло. Потому что, как сообщают коммунальные службы, крымские объекты, социальные сферы готовы к отопительному сезону на 97%, а вот жилые дома на 75%. Но, тем не менее, все идет без сбоев и внештатных ситуаций. Тем не менее, пока в Крыму сохраняется довольно теплая атмосфера и погода теплая. А что касается более детальной обстановки, давайте узнаем из сюжета о погоде прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Крыму. Коротко опять пройтись по погоде. Такой сделаем небольшой обзор в Симферополе. Сегодня ожидается переменная облачность, к счастью, без осадков. И днем температурный максимум составит 27 градусов со знаком плюс. В Севастополе переменная облачность, без осадков, температура днем до 25 тепла. На южном берегу Крыма там переменная облачность, также без осадков и температура воздуха днем будет колебаться в пределах 26-28 градусов со знаком плюс. Керчи малооблачно и без осадков, температура воздуха ночью 16 тепла, днем 25. Ну и стоит отметить, что в эти дни в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а поэтому леса все еще закрыты для того, чтобы там разжигать костры. А вот море по-прежнему теплое. В Феодосии 23, в Алуште 23, в Ялте 22, в Черноморском 20, а Азовское море 25. Ну а прямо сейчас мы предлагаем снова обратиться к нашему мобильному корреспонденту Ире Борилю, которая готова с нами поделиться своими наблюдениями, находясь на улицах Симферополя. Ира, доброе утро, что же интересного у тебя? Тем, кто присоединился к нашему прямому эфиру, я сейчас нахожусь неподалеку от среднеобразовательной школы номер 40. И вы знаете, пока я ждала включения, я вспомнила, как у меня проходило мое обучение и даже где-то закралась ностальгия. Но не об этом. На финансирование детского питания в школах в городе Симферополе в 2019 году выделено более 104,5 тысяч рублей. А в дошкольных учреждениях более 79 тысяч. Таким образом, на одного ученика с 1 по 11 класс в среднем сумма варьируется от 36 до 175 рублей. Ну а не менее важным вопросом помимо питания является и тот момент, что ежегодно отмечается вспышка инфекционных заболеваний. Конечно же, советуют перед сезоном гриппа пройти осмотр у врача и получить определенные рекомендации. Также по поводу таких традиционных мер профилактики, как правильно питаться, одеваться по погоде, следить за собой, больше находиться на свежем воздухе, я думаю, знает практически каждый. Но также существует и специфическая мера профилактики, как вакцинация. Таким образом, на территории Крымского полуострова планируется привить более 733 тысяч взрослых и 189 тысяч детей. Сделать это может практически каждый гражданин Российской Федерации, который изъявил свое желание. Сделать это можно в медицинских учреждениях по месту прикрепления, а также в школах и детских садах. Ну а у меня на этом все. И я думаю, что действительно лучше не бороться с болезнью или с вирусом, который уже подступил, но провести определенные меры профилактики и предупредить это. А я передаю слово студии и желаю всем продолжения хорошего и активного, самое главное, позитивного дня. Периодически я действительно с этим согласна. А вот согласна ли ты с утверждением, что вся наша жизнь игра? И с этим я тоже согласна, Саша, представь себе. Вот Герман из Пиковой дамы тоже был согласен с тобой. Ну, в общем, давайте узнаем, а вот согласен ли с нами Михаил Сафронов, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Доброе утро, Михаил Вячеславович. Доброе утро. Очень рады вас видеть здесь у нас и, конечно же, вообще в Крыму, потому что в 2014 году, стоит признаться, я была на ваших спектаклях. Это Екатерина Великая, который меня просто поразил. Это действительно очень яркие костюмы, и я честно рекомендую всем посетить. А я-то как рад, что мы снова желанные в Крыму, потому что пять лет тому назад мы первые, кто с большими гастролями приехали сюда. И сегодняшний тур, наш большой тур, все-таки 32 спектакля показать крымчанам. Это и Севастополь, и Симферополь, и Ялта. Поэтому бесконечно рады тому, что принимают очень хорошо. Мы завершили первый тур, первую часть тура в Севастополе с овациями, можно сказать, не скромно, но триумфально. Поэтому мы очень рады, что мы снова у вас. Скажите, что вы в этот раз привезли? Вы знаете, мы привезли восемь названий. Сами понимаете, что это огромное-огромное количество спектаклей. Восемь. Покажем мы их буквально за две недели. Привезли все. Но привезли все то, что может вместиться на площадку Крымского музыкального театра. Я хотела спросить, это сколько фур? Потому что вспоминает тот спектакль, я помню, сколько было там костюмов, они же все большие, огромные. Я могу напомнить, 376 костюмов. 376, это только касается одного спектакля. Костюмов, обуви 700 пар, а шляп 300 и так далее и тому подобное. Но 200 с лишним человек приехало на гастроли, а в спектакле занято 160. Поэтому, сами понимаете, что это огромный отряд актеров, сценографов, приехали все постановочные цеха. Мы все всегда возим с собой. Так в итоге, сколько же приехало фур? Фур приехало шесть. Шесть фур. На сей раз, так как есть спектакли более камерные для Ялты, поэтому они уместились в шесть фур. Да, ну это действительно очень зрелищно. Да, мы очень ждем, что мы снова произведем впечатление, хорошее впечатление, потому что мы привезли авторские спектакли, такие как вот Екатерина Великая. Кстати, мы впервые покажем в городе трижды Екатерину Великую и надеемся, что все, кто хотел бы посмотреть ее, и у кого в памяти она осталась, она осталась у большинства тех, кто вот вы уже сказали об этом. Поэтому мы ждем с нетерпением вашего дорогого, нашего дорогого зрителя. Надо сказать, я тоже позволю себе небольшую нескромность. У нас есть такая программа, она была в это воскресенье открыта, называется «Репетиция», посвящается она классической музыке. Так вот, буквально завтра мы приедем снимать и дорогим телезрителям расскажем в подробности, как идет подготовка спектакля, как выглядит закулисная жизнь. Это, поверьте, безумно интересно. Но я знаю, что ваш театр иногда полувшутку, полувсерьез называют целым холдингом. У вас не только есть постановочные группы, цеха, но еще есть целые коллективы, и вы тоже их с собой взяли. Да, конечно, у нас сейчас идет промоакция на ступеньках музыкального театра Крыма. Мы привезли с собой очень знаменитый коллектив, это ансамбль, группа «Изумруд», который, ну, практически, как вот моряки говорят, «Кругосветное путешествие», уже совершил, он объехал полмира, вот, и привезли группу «Нон Соло». Вот эти ребята все дают промоакции, только в Севастополе их посетил эти промоакции 17 тысяч человек, представляете? Больше, чем на спектаклях сидело. Поэтому это, а что такое холдинг? Холдинг – это вот эти коллективы, которые входят. У нас есть детская студия, больше ста человек, детей, которые занимаются в этой студии, и мы не воспитываем артистов там, а воспитываем артистов для себя, для того, чтобы маленькие актеры были заняты в тех спектаклях, где они нам, как воздух, необходимы. И уже они были с навыками, именно к нашим актерам привыкали, к нашей сцене. Поэтому у нас есть вот такая очень симпатичная, большая детская студия. К сожалению, у нас остается буквально одна минута. Я вас прошу еще раз обратиться к крымчанам и пригласить их на свои спектакли. Ну, я бесконечно счастлив буду, если крымчане увидят вот эту кепку. А мы эти кепки раздаем. Более двух тысяч кепок раздали уже крымчанам. Если увидите эту кепку, знайте, что это наши люди, которые уже пропагандируют и создают нам имидж. Вот. И, конечно, мы очень ждем на такие спектакли, как Екатерина Великая, как мировая премьера Казановы. Нас мы привозим сюда. Мы на эти спектакли подобрали такой репертуар, который не может оставить равнодушным крымчанам. Поэтому мы будем счастливы, если наши залы и на сей раз будут полными. Вы, извините, я тут много подглядываю и вот вижу, какие еще будут спектакли. Скандал по-французски, например. «Летучая мышь, герцогиня из Чикаго. Как вернуть мужа?» Тоже такое будет. Вот вы знаете, что... Но проблема же есть в этом, видимо. Поэтому мы... Очень веселые, замечательные спектакли. И тетка Чарли, которая до слез смеются люди, хоть материал известный. Вот поэтому спектакли все подобраны на так, чтобы душа у зрителя растаяла. И мы надеемся, что мы снова шлейф оставим, может быть, не на пять лет, может, меньше, но оставим шлейф добрый, хороший, о своем театре. Ну, это говорит о том, что у нас есть, что оставлять, потому что, наверное, 20 национальных театральных премий «Золотая маска» просто так не дают. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Михаил Сафронов, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии и заслуженный работник культуры России. Благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо вам. Спасибо вам. Приходите. Ну, мы же двигаемся дальше. И следующий сюжет посвящен тому, как можно сделать в современных условиях старинную лодку. Об этом рассказывает Ольга Литвиненко. Это традиционный прямой парус, характерный для того периода. Он как бы использовался многие столетия. Ни для кого не секрет, что греки в античные времена населяли Балаклаву, а по морю ходили сюда под белыми парусами. Сегодня здесь тоже можно не только встретить такие плавсредства, но и пройти на их борту вдоль побережья. Этому судну 56 лет. Уникально оно тем, что это единственное уцелевшее плавсредство такого исполнения. Сделано оно из чистого дуба. На его реставрацию ушло два года. Альберт Верянский занимается ретро-судореконструкцией 15 лет. Эту лодку мастер купил практически разрушенную. Целыми были только документы. В советское время ее использовали как спасательный шлюп. Ремесленник же подарил судну вторую жизнь. Восстановил и стилизовал под древнегреческую. Полностью исполнено под парусно-весенный ход. То есть там не предусмотрен в принципе даже двигатель. Это судно в свое время построилось в Чернигове. Обошел в Черном море. Какой мальчик? А так как точная техника уже утрачена, опирался мастер на советы коллег по цеху. Дедовскими методами, скажем так, мы смогли восстановить его. То есть использовали обычные традиционные методы. Конопляная нить, пенька, которой конопатили швы. Это медные гвозди, которые сами делали для заклепок. Тщательно продуманы все детали в дизайне. На борту даже есть такая бадья, как те, в которые в древности складывали улов. Весла и даже обереги. Мы также видим на лодке много древнегреческой символики. Вот, например, кто это изображен? Это изображен наш такой смотритель лодки, капитан, можно сказать. То есть это оберег наш судовой. Он присматривает за нами и во время хода, и во время стоянки. Не только символика здесь соответствуют античные. Даже части лодки называли так же, как и много веков назад. В древнегреческие времена это парусное судно называлось шлюп. Ахтерштейвень – это кормовая часть корабля. Хорштейвень – это нос. В Крыму аналогов подобному судну нет. А есть лишь пластиковые и железные лодки, обшитые деревом. Без двигателя можно уйти с попутным ветром хоть куда. То есть мы будем рассказывать про то, как мореходы того времени преодолевали там большие расстояния на веслах под обычным парусным выражением никаких двигателей. В планах реконструктора вернуть жизнь еще ни одной парусной лодки. В скором времени в Бухте пришвартуют еще одну отреставрированную ладью. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Новость из пресс-службы Министерства транспорта Российской Федерации. Росимущество приобрело для Крымской железной дороги 166 пассажирских вагонов и 10 локомотивов. Представляешь себе, какое большое количество? Более того, это не простые вагоны, они двухэтажные. Напоминаю, что совсем скоро, уже в декабре этого года, начнется железнодорожное сообщение с материком. Ну, а я бы еще хотела сказать, что там есть и вагоны, и рестораны. Ну, это так. Просто уточнить решила, что будет, в общем, очень-очень комфортно. Действительно, они будут уже современными. Там будут какие-то инновационные технологии добавлены, которые будут. Время препровождения крымчан, пока они будут куда-то ехать. Конечно же, разукрашивать. Ну что же, когда приедут первые поезда, наверняка это станет новостью, которая облетит весь интернет. Ну, а кто прямо сейчас в интернете есть? Давайте узнаем из следующего сюжета. Такого зрелища даже в дельфинарии не увидишь. В Дании парень случайно заснял на камеру смартфона молодого Афалина, который буквально жонглировал медузой, подбрасывая ее на двухметровую высоту. Сложно поверить, лучше увидеть. А этот юноша, видимо, захотел разбавить свои серые будни. На первый взгляд можно подумать, что мужчина просто решил перейти дорогу. Но уже через пару секунд он набирает стремительный разгон и ныряет с моста в воду. Трюк действительно ошеломляющий. Но лучше его не повторять. Креативности этого водителя можно только позавидовать. С такой системой парковки даже новичок почувствует себя опытным гонщиком. Пользователи интернета сошлись во мнении, что заботливый муж не только обеспечил безопасность жены, но и автомобиля. Вот она, настоящая дружба. На кадрах видно, как отзывчивая обезьянка протягивает руку помощи молодому парню. Такое поведение животного тронуло сердца зрителей интернета. Неуклюжие и забавные корги участвовали в спортивном забеге. Конечно, после того, как их выпустили на арену, собачки растерялись. Но самый шустрый добрался к финишу. Наблюдать за таким соревнованием – сплошное удовольствие. Япония не перестает удивлять своими технологиями. Умная корзина для супермаркетов может отсканировать ваши продукты, рассчитать стоимость покупки и упаковать все в пакет. Действительно полезное изобретение. Осторожно, слишком много адреналина. В Китае придумали необычное развлечение. Безумный аттракцион будет до последнего держать в напряжении любителей острых ощущений. Саль, вот скажи, пожалуйста, у тебя с памятью все в порядке? Ну, иногда что-то забываю. А часто? Ну, бывает, конечно, такое. Например, забываю, что было вчера. Но это так, когда, знаешь, невнимателен к себе. Вот есть интересная история. Я предлагаю посмотреть видео по этому поводу. Есть такая девушка, кстати, Элинойс, которая память свою теряет буквально через два часа после того, как что-то увидела. Действительно, ее память сейчас напоминает тетрадь, где исписанный листок вырвают и остаются только чистые страницы. Такое происходит каждые два часа. Эта девочка, как стало известно, получила травму в школе. И именно тогда она стала испытывать такую проблему. И сейчас врачи не знают, как с этим бороться, как ей вернуть память. Вот такое тоже встречается. Но я знаю человека, у которого идеальная память, которая помнит все события, которые происходят не только в ее жизни, но и в жизни полуострова. Это Ирина Борелюк. Она находится сейчас на улицах Симферополя и готова доложить нам, что же интересного видеть перед своими глазами. Ира, доброе утро. Снова доброе утро, коллеги. Доброе утро, телезрители. Ну что, город уже вовсю проснулся. Люди спешат на работу, кто-то по своим делам. И мы можем видеть, что на дорогах машин становится все больше. А следующие мои новости будут именно для автолюбителей, так сказать. В городе Симферополь, в нашей крымской столице, до 22 сентября будет проводиться противоактивное мероприятие под названием «Метриотворитель». С целью прекратить дорожно-транспортные происшествия. Таким образом, между сотрудниками ГИБДД зафиксируют человека в состоянии алкогольного обвинения за рулем строгим, грозящим страх в размере 30 тысяч рублей и срок на решение водительских справ от полутора до двух лет. Если же такая ситуация повторится в 20-х, то в случае человек-доводитель, который в недвезом состоянии осел за руль, он принесет свою ответственность в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей и срок лишения водительских прав до трех лет. Также хотелось бы отметить, что у нас в Симферополе с 13 сентября и 16 сентября введено два новых автобусных маршрута. Первый, который был введен 13 числа, это лесноселье Симферополя через село Мазанга 2. С сегодняшнего дня, так как 16 сентября, понедельник, 1 майская Симферополь. Один очень такой комфортный автобус будет совершать 5 своих рейсов в течение дня. Ну и хочется показать вам, что сейчас как раз с 8 до 9 самый час пик, так сказать, на дорогах. И чтобы успевать максимально меньше попадать в пробки, желательно либо раньше выезжать, либо, как говорится, как я, выходить и ходить пешком. Вот, ну, на этой радостной ноте мое прямое включение подходит к концу. Я передаю слово студии и желаю всем продуктивного окончания дня и также продолжения в бодром здравии и в хорошем настроении всей рабочей трудовой недели. У меня, знаешь, если честно признаться, то делала их в детстве, наверное, давненько. Я вот в этом году решил сделать вакцинацию от гриппа и я призываю всех это сделать. Ну а более подробно расскажет, в принципе, о прививках и о их пользе, я думаю, наш следующий гость. Действительно, о прививке от гриппа мы стали делать не так давно, поэтому еще не все привыкли вообще к этому понятию, не все понимают, наверное, пользу этих прививок. Так, у многих совершенно разная реакция на это, поэтому мы сейчас попробуем расставить все точки над «и». И у нас в гостях Вера Владимировна Павлова, заведующая отделом межведомственных связей и комплексных программ профилактики. Врач-методист Центра медицинской профилактики. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот есть всякое двоякое мнение. Одни говорят, что вакцинация – это добро, другие говорят, что это зло. Давайте развеем миф. Ну, вакцинация, безусловно, это добро, если ее проводить правильно. Поскольку со многими заболеваниями инфекционными удается их контролировать именно благодаря вакцинации. Сейчас даже есть такой термин – контролируемые инфекции. То есть те инфекции, которые при определенных совместных усилиях врачей и людей самих можно снизить до минимума заболеваемость. То есть человеку можно гарантировать до 80% что он не заболеет. Ну, естественно, существует это лекарство, препарат какой-то, существуют определенные противопоказания, существует стечение обстоятельств, я бы даже сказала. Существуют индивидуальные свойства организма. И когда люди сталкиваются вот с этими случаями, они более эмоционально воздействуют, чем то, что человек не заболел. Ну, вот представьте, детей вакцинируют от заболеваний, от паратита, свинки в народе, от кори, от столбняка, от дифтерии. И человек этим не заболевает. И эмоционально, ну, ему кажется, ну, не заболел и все. То есть никак, все хорошо. И возникают другие проблемы в жизни, которые вытесняют. Вот. Но когда у какого-то человека возникает на вакцину реакция, даже она может быть не очень серьезная, но мы же хорошо к себе относимся. Если у нас поднялась температура, мы же переживаем. Естественно, нам неприятно. Или, допустим, болит вместо укола, если это вакцина инъекционная. Не все вакцины колются, да. Если у ребенка после инъекции возникло послабление стула, так бывает после, ой, извините, после вакцинации, закапывания в нос, вот вакцина от полиомелита закапывает в нос. Естественно, у каждой мамы, особенно у такой мамочки, которая очень внимательная сейчас, очень распространены такие мамы, надо отдать им должно. Они действительно внимательные. Это хорошо. Но эмоционально мама начинает переживать, вот, рассказывает всем. И это оставляет след в такой вот психологический, и люди начинают бояться. Кроме того, конечно, сейчас существует такое движение целенаправленное, общественное, вот, антипрививочное, и они используют именно такие приемы, воздействуют очень сильно на эмоции людей. Ну, а не дай бог, если у ребенка еще после вакцины, это не значит, что вследствие вакцинации. Далеко не всегда возникло заболевание. Давайте вот мы еще некоторые мифы озвучим, а вы, например, их прокомментируете. Очень интересно в этом случае услышать мнение специалиста, да, опять-таки, чтобы не было, как слухи по народу ходят. Вот говорят, что последние два или три года действительно наблюдается огромное количество случаев ОРЗ и ОРВИ, это действительно так. Ну, и это, опять-таки, связывают с прививками, то есть приписывают именно им то, что делают прививки, и в итоге люди становятся сами источниками заражения. Падает иммунитет. Да, падает иммунитет, но они заражают других здоровых людей, тех, кто эти прививки не делал. То есть вот в тот момент, пока он сам... В вакцине от гриппа не содержатся вирусов полноценных или очень ослабленных, или в большинстве вакцин там только частицы вируса. То есть он не может самособраться, как конструктор лего, и стать причиной инфекции. Рост ОРВИ, ну, вообще-то, на самом деле, он не отмечается какого-то необычного роста. Действительно, вакцинируем мы только от гриппа, именно потому, что у него есть особенности у этого заболевания, у гриппа, по сравнению с другими. То есть видов вирусных инфекций вот на территории Крыма, по данным, например, нашей кафедры инфекционных болезней крымской, циркулирует, вот именно респираторных, не берем грипп именно, около 20 различных видов, то есть штаммов, как научно называют. Это разные вирусы, и они вызывают разные заболевания, то есть 20, представляете, естественно, человек, который провакцинировался от гриппа, но посмотрите, какая у нас неустойчивая погода. Потом, если уж быть честным, у нас люди не делают вакцины, но в то же время и не укрепляют свой иммунитет, как это положено. Давайте скажем честно, каждый из нас подойдет к зеркалу, посмотрит, насколько у нас цветущий вид, подумает, что он ел сегодня, как он пил, какую жидкость. Что, как, как он выспался, сколько километров он пробежал, сколько движений, приседаний он сегодня сделал, сколько времени провел на свежем воздухе и так далее. И мы поймем, что те примеры, которые приводят антипривычники, вот мой дедушка не болел, да, но дедушка вставал в 5 часов утра, выходил в огород и заходил за ходом солнца, возможно. Возможно, он был от природы более крепкий и так далее. То есть, хорошо, но мы же не делаем и того, что можно делать, то есть не ведем такой здоровый образ жизни. Вот, естественно, на фоне такого образа жизни, плюс, возможно, какое-то хроническое заболевание, кто-то перенес операцию и так далее. И человек получает вирус негриппозный, но переносит его тяжело, от него у него не было вакцины. И потом хоть, потому что у нас так, у нас люди, если была температура 40 грипп, температура 40 лет не грипп, это не так. Даже вирусы, которые, в общем-то, у соседа может протекать с температурой 37,5 лёгким насморком, у другого соседа может протекать с температурой 40, потому что это его индивидуальная реакция. И он говорит, у меня грипп, мне просто не поставили врачей. Но это на самом деле не так. Вот и всё, и так рождаются легенды. Надо подчеркнуть, что почему среди прочих выделяется именно грипп, потому что он наиболее токсичный штамм и обладает нервно-токсичным эффектом. Не нейротоксическим, а капилляротоксическим. Это он очень плохо воздействует на наше кровообращение. И ослабляет ткани, когда нарушено кровообращение, не получают достаточно кислорода, не могут нормально сопротивляться. Это грипп. И во-вторых, дело в том, что к гриппу, о чём мы говорили, об иммунитете, здоровые люди, но дело в том, что с гриппом так не получается. Да, есть люди, которые действительно переносят, то есть чтобы человек, вот он попадает в зону, где больны гриппом, ну если он без маски, не помыл руки и так далее, и пробыл там долго, он заразится. Да, есть такие люди, как, скажем, крепкие, которые не очень тяжело переносят грипп. Надеяна, извините, вынужден вас прервать. Я бы ещё хотела задать такой вопрос, очень важный. Какие штаммы гриппа нам ожидать в этом году? Перечислить. Ну, это группа B, HN1. Можно так сказать попроще? Птичь там свиной, калифорнийский, обычный наш штамм группы А и 2, да, B, которые тоже, они обычно, то есть все те, которые уже циркулировали, так скажем. То есть ничего сверхъестественного. Ну, надеемся. Дай Бог. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Вера Павлова, заведующая отделом межведомственных связей и комплексных программ профилактики, врач-методист Центра медицинской профилактики. Мы двигаемся дальше и прямо сейчас предлагаем вам посмотреть хронограф. Сегодня во всём мире отмечают день рождения Шекспировской Джульетты. Как выяснили многочисленные источники, героиня самой печальной повести родилась с 16 сентября 1284 года. Известно, что прототип Джульетты существовал. Юная девушка из рода Даль Капелла переехала в Верон в конце 13 века. В Италии принято говорить «Джульетта» и «Ромео», а не наоборот, как привыкли говорить мы. Ежегодно в клуб Джульетты приходит около 5000 писем от романтиков с просьбой дать совет в нелёгкой любовной ситуации. В честь шекспировской героини назван спутник планеты Уран. Советскую экранную версию балета «Ромео Джульетты» снимали в Крыму. Одной из самых выдающихся исполнительниц роли Джульетты была балерина Галина Уланова. Её бег Джульетты считается легендарным. Фамилия Джульетты Капулетти – это искажённая версия итальянской фамилии Капелетти, что означает «Шляпникова». Всего можно насчитать с полсотни фильмов, в которых обыгрывается сюжет трагедии «Ромео Джульетта». Дорогие друзья, ну а следующий сюжет посвящён тому, как стать миллионером в социальных сетях. Давайте посмотрим. Так, всем привет. Я сегодня в Горецком парке. Буду кататься, делать винты, так что смотрите. Смотрят, восхищаются. А Вилли ему можно даже завидовать. В свои 28 лет он занимается продвижением брендов и коммерческих страниц в социальных сетях. СММщик – так называется его профессия. В день парень работает около 4 часов, зарабатывая при этом за продвижение аккаунтов от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Вообще Инстаграм создавался не для продажи. Он создавался просто, чтобы человек расслаблялся, смотрел картинки, потом уже начала монетизация быть, потом начала реклама, продажи. И только сейчас это уже, так скажем, выглядит как коммерческая тема. Конвертировать лайки в рубли можно, превратив свое времяпровождение в киберпространстве в способ заработка. Сейчас в тренде красота и здоровый образ жизни. Именно этого и ждут потенциальные клиенты. Каким образом свою деятельность ты монетизируешь в Инстаграме, да? Да, смотри, к нам приходят клиенты, которые хотят что-то продать в Инстаграме или сделать, например, свой личный бренд. Им нужны красивые фотографии, им нужны тексты, темы, которые они будут писать. И мы вместе создаем это для Инстаграма. В зависимости от темы, которую человек продвигает в Инстаграме, в среднем в Крыму только за одну съемку можно заработать от 4-5 тысяч рублей. За написание текстов на месяц вперед 6-7 тысяч. Не очень много, но таких тем может быть несколько. Я думаю, это реально в Крыму. У меня есть друзья-знакомые, которые, в принципе, через Инстаграм зарабатывают деньги. Это и преподаватели английского языка, и экскурсоводы. Но Инстаграм дает большие возможности. Это хороший канал продаж. Максимальную отдачу от продвижения товаров и услуг получают только те компании, которые хорошо знают, что они делают и на какую аудиторию рассчитывают. Увеличить продажи и клиентскую базу без досконального изучения своего сегмента – задача практически нереальная. Посмотрите страницы популярных людей, у которых хорошая вовлеченность. Вовлеченность – это когда много лайков и много комментариев. Посмотрите, попробуйте изучить, что они делают правильно, что людей цепляет и так далее. То есть посмотрите, как надо. Просто посмотреть мало. На самом деле профессиональные СММщики долго обучаются, постигают манипулятивные технологии и только потом добиваются успеха. Реклама, продажа, продвижение аккаунта – в наше время вполне реально создать свой собственный онлайн-бизнес и тем самым улучшить свое финансовое положение. 70% успеха введения личной или коммерческой страницы зависит от того, насколько ярким, креативным и качественным будет контент. В ход идут шокирующие о внешности, потажные поступки и экстремальные эксперименты. Главное – не забывать о том, что инстаграммная слава мимолетна. Ирина Борилюк, Владислав Кравцов. Утро нового дня. Ну что же, время подходит к концу. И хочется поблагодарить наших партнеров, которые предоставили нам такую замечательную мебель, мебельную компанию «Фавила». Большое вам, друзья, спасибо. Ну а также хочется сказать спасибо Академии строительства и архитектуры, которые предоставили нам сегодняшнюю площадку. Это зимний сад, где мы находимся. И вот в таких джунглях мы оказались. Время подходит к концу. Мы будем прощаться с вами, но ненадолго, буквально скоро. Завтра мы с вами вновь увидимся, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. А я напомню, что сегодня вас будили с Илья Санлямова и Александр Ткачев. До новых встреч уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова